Александр Григорьевич, хочу спросить про Россию. Вот до какой степени вы реально готовы к более тесной интеграции? Об этом говорят сегодня просто все, да, и уже какие только версии не выдвигаются. Поэтому хочется понять, вот до какой степени лично вы готовы к интеграции, что в вашем понимании это усиленная интеграция, и это важно и, собственно, для вашего электората такого, который с симпатией относится к России и всегда поддерживал ваши движения, которые вы делали на сближение наших стран. Вы знаете, на этот вопрос белорусы ответили на референдум, и вы просто это упустили или просто забыли. Это было, наверное, полтора десятка лет тому назад, когда мы поставили вопрос об интеграции, экономической интеграции с Россией. И люди на это ответили положительно. Более того, мы пошли дальше, заключив договор соглашения с Ельциным, а потом с Ельциным договор и ратифицировали уже с Путиным договор о союзном государстве. Там было прописано все. Там мы пошли даже дальше. Мы прописали контуры. Почему мы говорим «союзное государство»? Это были контуры будущего государства союзного. Там же было все. Но последняя статья, по-моему, гласила так, что мы на референдуме в Беларуси и России должны принять конституцию нашего союзного государства. Вы знаете, чего мы на это не пошли. Тогда все боялись вы, что Лукашенко прибежит и схватит шапку Мономаха. Что, не так? Ну, разговоры такие были. Были такие разговоры, но сейчас многое изменилось. Сейчас, мне кажется, жизнь диктует уже свои какие-то новые. Сейчас многое изменилось. И россиянам мозги это вбили, вбили и так далее и тому подобное. Вы, не белорусы, не я, не пошли тогда на референдум. Обстановка была другая, правильно? Терман сказал. А сейчас два поколения после этого выросло. Они другие. И сегодня невозможно уже ту интеграцию реализовать, которая была прописана в союзном договоре. Поэтому мы с президентом России начали обсуждать так называемые карты, чтобы приспособить к нынешним условиям и выработать в нынешних условиях новые пути интеграции. Это мы начали накануне парламентских выборов. Они были в ноябре прошлого года. И вот мы влезли в президентские уже не до этого. Вы видите, какая кутерьма. Кто-то кричит, а, сдает России, Беларусь, кто-то еще чего-то там. И мы остановились. И ваш вопрос, до какой степени мы с вами суверенные, независимые государства? Кто нам мешает быть суверенными, независимыми? У нас теснейшая кооперация экономическая. Кто мешает? У нас в военном отношении единая армия. Почему кто-то там на Путина накатывает, что он создал по моей просьбе какой-то там резерв, который, кстати, не использовался? Ну, дай бог, и использоваться не будет. Но это в договоре записано. И если бы кто-то осуществлял агрессию против России через Беларусь или рядом с Беларусью, а зона ответственности ОДКБ нашей и союзным государствам, Запад, это наша зона ответственности, белорусская армия, 60 тысяч штыков, 65. Она вступает в войну. И российская группировка, она тоже прописана по плану, которая вместе нас поддерживает, вместе с нами отражает агрессию на западном направлении. Это наша зона ответственности. И если бы вдруг это случилось, даже севернее и южнее, мы бы немедленно защищали Россию. Так как Россия создала резерв сегодня. Потому что на внешних границах, вы посмотрите, что творится. И потом, вы что думаете? Уж очень нужна Западу Беларусь? Им больше всего нужна Россия. И это трамплин. Поэтому руководство России прекрасно понимает, что нельзя, как Украину, положить Беларусь под Америку или там под Запад. Под Америку. Нельзя. Почему? Потому что санитарный кордон тысяч километров. Все это было в истории. Мы это знаем. Три прибалтийских республики, Беларусь, Украина. Отделяем от России. Кто его разрушил? Но первый избранный президент Беларуси. Вот в чем ненависть американцев ко мне. С тех первых лет я Сороса на порог не пустил. А вы с ним дружили. Я уже не говорю про Украину. Вы с ним дружили. Те, кто возле Бориса Николаевича бегал. Не буду называть фамилии. Вы их знаете. Они сейчас у вас там ходят. Спросите у Путина, сколько в правительстве, в Кремле сидело ЦРУшников. Поэтому, если говорить о глубине интеграции, никаких вопросов нет с точки зрения экономической интеграции. Никаких нет проблем. Главное, равноправная основа. Нет, не все объединить, напополам поделить. Это глупость. Мы подавимся от этого куска. Это должна быть равноправная основа. А с точки зрения военной, политической, вот глубина где? Вы знаете, я не думаю, что нам сегодня надо ломать те структуры в политике, которые есть. У нас есть Высший Государственный Совет. Прописаны его функции и полномочия. Колоссальные. Но Высший Госсовет, к сожалению, он не функционирует на полную своих полномочий. Союзный Совмин у нас есть. Общее правительство. У нас есть межведомственные советы. Они же не работают так, как следует. Прежде чем городить забор и создавать что-то новое, давайте это задействуем. И если мы увидим, что мало, мы сделаем еще один шаг. Но они не задействованы, они не работают. Вы хотите сказать, что я или Беларусь виноват? Подумайте над ответом сами. Поэтому давайте вот от жизни идти и действовать так, чтобы нынешние политические структуры, которые у нас есть, действовали. Там консенсус при принятии решений. Там у каждого по одному голосу. Два президента, два премьер-министра и руководители парламентов. Это Высший Государственный Совет. Принимаем решение и действуем. Мы принимаем решение и частенько не реализовываем. Дошли до того, что развернули газовые войны, молочные войны, конфетные войны, нефтяные войны. И дошли до абсурда. Вот мы из этой ситуации, надеюсь, извлекли урок. В том числе и мы, президенты двух стран. Что касается военной, не обсуждается. Не обсуждается. Как-то на переговорах с Владимиром Владимировичем полгода назад, обсуждая эту тему, мы пришли к тому мнению, мы можем, ну, по-мужски скажем, мы можем собачиться по любым вопросам. Но оборона и безопасность святое. И вот эти события показали, что это для нас святое. Помните, я говорил, а Вы посмеивались год назад, что, возможно, наступят такие времена, что нам с тобой, Путиным, придется стоять спиной к спине и отстреливаться. А Вы-то это в шутку приняли. А вот видите, жизнь как повернулась. Роман, то, что происходит в Беларуси, расслабляться не надо. Это только, как я часто говорю своим, начало. Это не поляки. Это за нас взялись. За Беларусь, а через Беларусь за Россию. Знаете, какие силы. И упрощать ничего нельзя.